Детский хор 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 С оркестром это тоже не очень просто, потому что одно дело, когда ты сидишь и поешь, у тебя вот концертмейстер, совсем другое дело, когда играет оркестр, большой симфонический оркестр, руководитель Валерий Гергиев. И понятное дело, что это создает определенные сложности. Слушайте, там почти 700 детей было, да? Да, почти 700 детей, потому что по 5 человек из регионов и плюс еще очень было много, конечно же, московских детей. Это и хоровая академия, это и хоровые школы, где понятно, что представлено большее количество детей. Поэтому да, почти 700. Вот сколько у них было времени, чтобы реально спеться? Потому что состав тоже надо понимать. Там дети до 14 лет исключительно, и как только они достигают этого возраста, переваливают, да, то все уже. На их смену приходят другие. Надо каждый раз, каждый год заново спиваться. Вот сколько у них времени было? Ну, на самом деле это, конечно, очень сложно, с одной стороны. С другой стороны, там настолько все организовано, и по времени повторилось, наверное, что репетиции... Со скольки до скольки? Мы вот в 7 утра вставали, у нас был небольшой завтрак, и в половину восьмого мы уже выезжали на репетиции. Вот в нашей группе репетиции проходили в хоровой школе «Радость», в других группах, в других учреждениях, потому что собрать такое количество, это надо было просто вот на зал. И с восьми до скольки? Ну, у нас был обед, и потом после обеда мы еще дальше репетировали. То есть, получается, до восьми вечера каждый день и с утра, и с обеда. Вот это да. То есть вот этой красивой Москвы предновогодней, к сожалению, мы не увидели. Ну, да. Вот только тогда, когда ехали в автобусе, из окон автобуса, мы это лицезрели. А сколько дней в итоге вот в таком режиме действительно спевались все группы? Ну, 7 дней. 7 дней? 7 дней были репетиции. Вот этого непрерывных репетиций. Многочасовых. А когда была сводная? То есть, вы же рассказываете, что дети были группами? То есть, я так понимаю, их потом еще сводили все вместе? Сводная репетиция была всего один раз. Она проходила в университете экономическом, там огромный зал, и поэтому вместе с оркестром именно там мы целый день репетировали. Это была сводная большая репетиция. Далее, на второй день, в день выступления 23 декабря, у нас была такая же сводная репетиция, но уже в Кремле. Она была пред прогоном таким, да, большим. Перед концертом был прогон, и вот еще одна состоялась именно там. Мне кажется, это такая магия, когда ты действительно вот так вот из кусочков это все собираешь, а потом слышишь, когда весь результат целиком. Вот на вас это производит впечатление уже не первый год? Конечно, производит большое, потому что это на самом деле до слез трогает, потому что ты находишься в зале, ты понимаешь, что представители именно твои дети, дети Амурской области стоят в этом хоре, и они представляют наш регион и поют. Поэтому потрясающее зрелище, потому что когда такая огромная масса стоит на сцене, звучит живой оркестр, восполнение этого оркестра, и поэтому, конечно, очень-очень потрясающее впечатление. Ну, это действительно, это действительно потрясающе, даже не сомневаюсь, что... Но, тем не менее, смотрите, уже в 17-18 году, да, теперь в 19-м тоже сорвку поставили, которые участники хора детства участвуют в этом большом детском хоре России. Это уже вот если попали, то уже все, это уже навсегда находитесь в нем. Или же нет, или каждый год приходит какой-то отбор проходитесь? Существует действительно основной состав. Вот у нас в Амурской области таким составом определен именно хор детства. Внутри хора происходит, конечно, ротация, и есть основной состав, есть резерв, и те, которым исполняется уже 14 лет, либо там мальчики проходят мутации, и идет естественный процесс обновления детей. Поэтому, конечно, дети меняются, и за столько лет, за столько времени побывало там очень-очень много детей. Ну, хор детства, тем не менее, это уже никак не отнять. Он вообще, в принципе, чемпион всероссийских хоровых игр, да? Мировых. Мировых даже, мировых хоровых игр. У вас есть уже, мне кажется, всевозможные легалии, которые только можно было собрать. И таким количеством наград, я понимаю, не каждый хор далеко может похвастаться, даже из тех, которые представляли своих детей в этом вот сводном хоре. Спасибо большое. Да, мы являемся чемпионами мировых хоровых игр. Я думаю, что, может быть, не все понимают, насколько это серьезная победа, насколько это большой труд, чтобы прийти к такой победе. И одно дело прийти, и другое дело удержаться. И вот для того, чтобы удержаться, нужно не просто участвовать в таких мировых состязаниях, но и получать высокую оценку жюри. И поэтому, если нам удастся участвовать дальше, а это финансовые большие вложения, если нам будут помогать, и будет понимание того, что есть такой коллектив, которым действительно можно гордиться. И есть коллектив, который может представить нашу Амурскую область, город Благовещенск на мировых состязаниях. Мы будем очень счастливы, потому что мы готовимся сегодня к мировым хоровым играм 11-м, которые будут проходить в 2020 году в Бельгии. Это очень серьезная подготовка. Это не просто вот какие-то взяли песнюшки, да, выучили и поехали спели. Если посмотреть, вот буквально зайти в интернет, посмотреть на сегодняшний день, буквально мы смотрели на 1 ноября, именно хор детства Амурской области, города Благовещенска, в топ лучших хоров мира, занимает 15-ю строчку. Чтобы добиться этого, нужно много трудиться. И очень жаль будет, если мы опустимся ниже, не потому что мы стали хуже, а потому что мы просто не будем иметь возможности поехать туда, поучаствовать и показать высокий результат. Сейчас вот встречаясь с руководителями, многие собираются, конечно же, и в Москве в том числе, и выезжают, и многим, большинство таким коллективам помогает именно государство на уровне области, региона, города и так далее. Потому что, понятное дело, что только государственная поддержка позволит участвовать в такого рода мероприятиях. Татьяна Леонтьевна, спасибо вам огромное за интересную беседу. Я действительно надеюсь, что Хордество обязательно поедет, в очередной раз докажет, что вы самые лучшие. Можно я скажу еще буквально одно слово. Слова благодарности Министерству культуры и национальной политики за состоявшуюся возможность поездки, потому что большую часть средств оплатили именно они, ну и часть родителей. Спасибо вам большое. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня с гостями была Татьяна Бедерина, директор Центральной детской школы искусств. Вы смотрели в центре внимания. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова